Эй, на спорте, где ваши деньги? Эй, на спорте, где ваши деньги? Сезда нам сегодня. И что дальше? Сгорим. Вы что гоните, блин? Вы ебанули? Бровки! 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 Если вы в этот раз никого не обыграете, что и вас Амкал беретит, это будет уже казаться, как, ну, вообще, у твоего на пустоту. Амкал с нами. Привет, друзья, это Бровки. И сейчас будет рассказ о первом матче великого футбольного клуба. Саня, Бибай! Саня, Бибай! Со мной нет Райзена, потому что сейчас он находится в ответственной командировке. Ему нужно подписать нескольких футболистов. И один трансфер уже сделан. Смотрите фотографию. Это настоящий фурор. И обязательно подписывайтесь на наш канал, потому что вы смотрите, просмотры большие. А подписок пока мало. Давайте, давайте, быстрее. Нужно обгонять на спорте еще и здесь. Кстати, на спорте-то нас сегодня уже обогнали, потому что выложили ролик в 12.00. Несмотря на то, что до этого я договаривался с Текилой, что вроде как раньше четырех нет смысла. Но это не важно. Нам вообще похеру. Потому что мы свой контент пилили и вам его смотреть. Сначала прям коротко вводные. Мы разочек потренировались возле Белого дома. Послали куда подальше ничая. Посмотрели на всех медийных чуваков. Были рады их видеть. Познакомились с футбиками, которых привел Дека, Бухар и Серега Шуенов. Ну и поехали на презентацию новой медийной лиги, где потусили немножко с Эмираном. Потом создали канал и сразу начали набирать нормальные просмотры. Не дай бог это в интернете появится, ты оттуда уйдешь. Мне пофиг, что тебе 12 лет. Ну а дальше я в основном занимался контентом, а райзен мутил технические вещи типа логотипа или формы. С формы сразу не получилось, потому что сейчас санкции. Поэтому мы тупые по красоте поехали на рынок, где закупили много-много футбола, которые нам должны были привести перед матчем. Ну и еще мы пытались подписывать футболистов везде, где только могли. Желательно медийно. Вот собственно так мы и существовали, прежде чем проснуться утром 8 апреля и понять, что сегодня игра. Ну-ка, наша кричалка. Броуки, броуки, нас не сломать. Мы так поломаны. О! Ну а дальше мы приехали на стадион. Это они! Ты пойдешь к броукам играть? Зачем тебе здесь? У вас одни ноунеймы. Обсудим условия, обсудим условия. У тебя была яркая карьера в Амкале, да? Да. Ты решил предать команду, ушел, блядь, кинул все, Герман в аху и был. После чего ты подписал подлый контракт на спорте. Сумма, бля, не разглашается, но я вам скажу честно, пару миллионов условных единиц там точно есть. И теперь получается вот ты как крыса в комьюнити, да? И тебе нужно отмыть репутацию. Есть только один вариант в народную команду. Перейти нашу, у которой нет денег, но есть идея. Не-не-не, так не работает, я только за деньги. Ты готовы побежать? Да. Ты что, Соликьянов в челленджи, блядь? Или что я понятил? Здорово. Ебать, нас гугл повел нахуй, я кроссовочек-то одел. Через гаражи, да. В общем, сразу было понятно, где здесь народная команда. А главного антинародного героя мы тоже рядом встретили. Ой, я боюсь, не выебывайся на меня. Это вы выебываетесь-то. Вот это главный суетолог, блядь. Вообще не так, неправда. Вот они вдвоем, вот они. Сань, ну ты мне расскажи, вот все, что ты сейчас наводишь, да? Все понимают, что ты бизнесмен, хочешь цифры и прочее. Но тебе не кажется, что если вы и в этот раз никого не обыграете, еще и вас амкал перейдет, это будет уже казаться, как, ну, вообще, вот выебонную пустоту. Не, ну, во-первых, мы так не считаем. Ты так не считаешь, да? Мы считаем, что наша команда в этот раз готова гораздо сильнее, чем на том же МКС. Вообще ни одного медийного, да, теперь в составе не будет? Только ты. Да, блядь, ты слушай, кого ты там наслушался и начитался? А у кого медийный? Скажите, у кого медийный? Не, у кого медийный? Вы вдвоем, да. Кто еще? У нас только силен. Кто еще? Мбаппе, да. Да. Жека Тудротс, да. Да. Дальше кто? Не, ладно, давай. Герман, да, все, кто остальные медийные? Кто это? Ну, для урона медийный, ладно. Что, ты Сипскана не потерял? Кто это? Не, ну, кто это? Сипскана, скажи ему, напиши на него диск. Саня, мы будем ждать между вами рэп батл. Ну, честно говоря, оральные мечтания Текилы нас в этот момент не сильно заботили, потому что мы тренера вообще-то потеряли. И форму, и мячи, и вообще ничего не было. Нас никто не верит. Даже тренер, блин. Не отвечает. Я, если нахуй, блядь, то что я не отвечу. Сип. Мы что, уволим? Серафимыч, ты едешь? Да, я здесь. А, ну, все, так, да, да, сейчас, сейчас, все, ждем. Мой бро, он тоже не верит в нас, нахуй. Пизда нам сегодня. Ну, и что дальше? Сгорим. Бешал. Юлки-палки. Ты знаешь, сколько мне лет, а? Я столько раз пизду получал уже. И жив, и нормально все. Не, а как, что такое, за победы приехали? Я тебя второй раз вижу. Не надо дурить, народ. Просто надо выходить, и умеешь играть, или не умеешь. А какая схема там? Мяч, главное, чтобы у нас был. Ну, ты понял, Сослан? Где там твои датчики, фишечки? Мы уже морально были победителями. С Ловчевым. Ну, оставалось только дождаться капитана и форму. Форму, да, форму. В пакетах. Брат, это как-то капитан команды последний приходит? Брат, пробки. Мы свой проект снимаем. Пробки? Мазар. Сейчас все привезут. Здорово. Буквы не стирается-то, блядь. Не сотрешь. Что делать-то? В аренду взяли. А, аренда, значит. А? А, аренда, блядь. У нас все в аренду. Поле в аренду, игроки в аренду. Ебать. Ебать, как это. Это краб, нахуй. был. Это краб? Да. Понятно. Ебаный жид. Так. Вот это я понимаю уровень. Тимур. Здравствуй. Мы сейчас будем прорабатывать концепт. Да, и пришлем. И все пришлем. Все, вопросов нет, это держите. Ага. Да, здесь, ну, посмотрите, не знаю, сами посмотрите, как-то. Бля, у нас найковская форма. Да. Да нет, все хорошо. Там единственное вот с эмблемой там. Нормально, работаем. Это кто? Мишин. Отлично. Мишин. Первая форма есть. Работаем. Такого качества форма. Погоди. Да, пошел. Давай Крабу предложим, блядь, контракт. Алло, алло. О, Краб, куда, блядь? Алло, я выехал. Выпал за вами. Бля, пиздатая тачка у тебя была. Здорово, старичок. Куплю, когда Бентли, ты попробуем. Он скоро купит, блядь. Ого, блядь, Володя уже купил, блядь. Мустанг просто разъел, блядь. Мы тебя купим вместе с твоим Бентли, блядь. Бентли. Ты понимаешь, они о Бентли говорят, а мы форму на рынке купили, блядь. Давайте, удачи, парни вам. А вы, Гаврия, не организуемся. А вода есть? Да. Хуй там, организовались. Серьезные люди, блядь. Ребята. Ну что? Вот она. Уйди нахуй. Так. У нас, конечно, тут нанесение. Нормально, на вас разгладится. Красиво. Кто у нас? Шайлонов. Благодарю. Вот вас. Дальше у нас Данте. А где Данте? Данте нет. Данте работает по дням. Подожди, это реально отвертит? Ну что, есть Гетро, пацаны? Блядь, ну вот они. Не, вот, Гетро, еще четко. О, вот это, ну-ка, Брэн, покажи. Ебать. Кси Йонг Бэнк, нахуй. Ебать. Кси Йонг Бэнк, слышь, все. Это, это санкции попали, ебать. Что тебе не нравится? Кси Йонг Бэнк, была пума, просто тебе Кси Йонг Бэнк. Кси Йонг Бэнк, бля. Бля, Бэн Бэнк сейчас будет на пользу. Конечно, бля. Насначим корм. Девочки, ну вы большие молодцы. Ты посмотри, мы с деньгами. Бля, вот это как. Все твои логи исполнят пейнта. Смотри сюда. Да вы купили всех. Кому купили? Да у вас там где? Вы не можете купить людей, понимаешь? У типов вообще ни одного человека не пришло на их матч посмотреть. А у них такая красивая форма, бля, пустышка. Хватит денег. Где фанатская любовь? Вот она. Смотри, у нас даже, блядь, баннеры. Я очень рад за вас, вы молодцы. Вы большие молодцы. Ты понимаешь, Лев, вот душу, душу, душу ты не купишь. Да? Она не продадется. Они говорят, что мы типа специально привели, заплатили джигон. За полтора часа, думаю. За полторы тысячи, да? Вот. За полторы тысячи, да? Скажи, еще некрасиво, бля? Очень красиво. Ну вот. Вот. Это будут первые два человека, которые получат нашу форму. Смотри, нас не сломать. Ну, ты уверены? Да, мы-то уже уверены, и нам нужно было объяснить это сомневающимся, в том числе и состава нашей команды, и не только. Здравствуйте, мы президенты команды. Артем Владимирович. Кузьмин. Здравствуйте. Вы же знаете, да, кто такие на спорте? Разложение общества российского. Это люди, которые там играют, тиктокеры всякие, вот нехорошие люди, которые пропагандируют самые низменные качества людей в обществе. Мы команда, которая из народа. У нас нет денег, все ребята буквально со двора. Нам, честно, вообще все равно. Мы люди независимые. Как это? Очень просто, мы же судьи, нам какая разница. Судьи за народ. Вы же должны быть, ну... Вы сейчас от нас чего хотите? Мы, давайте с 1.0 начнем. Это туда. Что, пойдем, чисто нет. Ну, вы же решаете, на табло вы цифры рисуете. Нет, конечно. Как нет? Это же не наша задача. Ладно, ну это если что, в Баксе. Это запрещенная организация на территории Российской Федерации. Вы что такое говорите? В кофемании. А там тем более. Супчик. Неинтересно. Смузи. Неинтересно. Ну как неинтересно? Ну... Да я же смотрю футбол. Сейчас тебя посадить могут. Посадить сейчас. Все законы, приземлились. Он что, официально? Да, официально. Вот и... Блядь, короче. А, что я могу сказать? Команда в сборе. Вот. Типа Викьянова водичку пробивает. Нормально? Такой капитан. Опоздал на тренинг, кстати. Ну, на тренинг. На сбор опоздал, блядь. Пиздец. Что он означает, блядь, капитаном человека, который опаздывает на зону? Че, президент тащит воду, блядь. Все заебись. Нет, клуб процветает. Деньги. Спонсоры. Вот сейчас, считай, у нас этот Hyundai. Немножко на... Вот. С Атлетикой договорились. Семену вчера подогнал форму. Почту прислал. Там почта России не работает за границей. Ну, там через ВК, короче. Да, не, нормально все. Потихоньку, помареньку. Я сегодня буду играть. Три минуты. Растем. О-о-о-о-о, капитану! Растяжка помогает вам функционировать на все сто, чувствовать свой организм, каждое мышечное волокно. Если вы не готовы к игре этого, смыслу выходить играть. Поэтому уделяйте внимание растяжке. Минимум полчаса. Сегодня, ребят, у нас легендарный день, который войдет в историю. Здесь играют не футбол. Здесь играют во дворы. Мы все пришли сюда подниматься. Поэтому-то мы и бролки. Там ебаные миллионеры. Они поиграли в этой долбаной российской панель-лиге. Ссать я на нее хотел. Играют в футбол в дворы. А они просто отмывают бабки. Значит, ты на меня ссать хочешь? Минда Давыдов. Минди не терапиваешь. Честно, выебоны текилы, конечно, довольно жесткие. Он там флексит нам кал и на прочих. Но вы сами понимаете, насколько они выглядят смешными. У нас момент, когда мы можем о себе громко заявить. И каждый из вас может прославиться. Кто-то продолжит профессиональную карьеру. Кто-то медийную. В любом случае, ребят, я вас прошу отдаться по максимуму на футбольном поле. Я очень рад с вами, что я здесь собрался сегодня. Все, гоу. Отдаться так же, как вам женщины отдают. Ложно было в это поверить, но команда Бру каким-то хреном создавшаяся реально выходила на первый матч на спорте. И если большую часть игроков вы знаете, а не медийную, а с остальными обязательно познакомитесь, то в нашем составе был действительно один профит, поигравший в РПЛ. Это Серега Давыдов. Вы скажете, кто, что, почему? А я скажу, Серега Давыдов был у нас, потому что он не просто футбик, а блогер. Вот, смотрите, какие видосы снимают. Кайф! Подписать Серегу Давыдова было очень сложно. Я написал ему привет в инстаграме, и он ответил вот так. У Сереги максимум стикеров в телефоне. Ему приходится иногда напоминать, как и куда мы приезжаем, но работать с ним одно удовольствие. Вот, смотрите, как счастлив Райзен. Что? Где я ему не писал? Вот я ему пишу. Вот он мне смайльниками ебенит, блядь, своими. И пишет. Я ему все завтра наручу сбор 12.30. Ок, нахуй, и смайльник свой. Вот такой вот он есть, и вот он все. Не писал мне. Конечно, нахуй. Ок. И эта легенда, которая забивала Акинфеева, обязательно станет легендой медийного футбола в составе Броуков. И на первых минутах матча с Наспорте именно он обеспечивал максимальный прессинг. Заброс штрафную площадь Наспорте. Довольно опасный момент, может получиться уже на первых минутах, но здесь ставит корпус защитник Наспорте и будет угловой. Чувствую, мы забиваем. А кто ему дал подавать? Он не добьет, там ветер встречный. Ну, бля, он реально не добьет. Это замглавреда Спортэкспресса, он, блядь, мяч видит в вторую рожденью. На самом деле, Максонг-то красавчик, потому что ему постоянно приходилось мучиться на этом жестком левом фланге, где через него атаковали, но он боролся до конца. Мне 35 лет, и, честно говоря, я охуел от первого матча. Вот, по-моему, краб против меня играл. Я очень устал за ним бегать, мне было грустно, что я не могу его догнать. Один раз он меня между проверил, там детишки все смеялись, мне было еще от этого грустнее. Вот, была одна тренировка, на которой у меня чуть не отстрелили яйца. Это был Деквилл, я его запомнил, разен смеялся, я его тоже запомнил, он ответит за это. Вот, смотрим дальше и ждем турнира. Я могу от себя точно сказать, если я технически на поле не смогу вывозить, то футболка моя всегда будет мокрая, я всегда буду отдаваться на 100%. Мы броки, нас не сломить. Да, Максон будет стараться, потому что он с духом, а на спорте никак не могли нам забить. Ну да, конечно, они подавали угловые, немного возили на центре поля, даже иногда зарабатывали опасные штрафные, сразу прибегали с телефонами, ожидая, что краб забьет. Но у нас был враталь, который реально тащил практически все, и ногой мог вынести мяч так, что перебивал все поле, и мог состояться даже выход один на один. Так мы и создали первый, по-настоящему опасный момент в этом матче. Могли забивать. Не-не-не, точно-точно, с линией штрафной-то могли забивать. На спорте поняли, что легко выиграть не удастся, и взяли, выпустили Володю. Возвращение в благо на сцену. Да я забью, Дим. Сегодня лишь бы хоть на 10 минут выпустили, блядь. Сос говорит, да не в основе, я вообще охуел. А ты в опале, короче, да? Тебя сейчас уже не так ценят, как раньше. Типа считают, что ты хуйни какой-то наворотил, да? Да, чуваки, пиздец, попал, блядь, в аварию, машину разбил, не тренировался месяц. Но у меня вообще тренировки не нужны, типа, все, видите, дайте мне 10 минут, я забью. Ну, а пока забил крак. Я мог бы долго выпендриваться, но все он сделал действительно очень красиво. Добежал без проблем до оборот и ударился шведой в угол. Пиздец, блядь. Бля, ну фланг. Хуйня. Так, ну во-первых, реально никто не радуется голу на спорте. Во-вторых, Герман, команду мы распускать не будем. Ну и в-третьих. Эрик Яна прессингует так, как никогда вам кали. Илюха Алексеев и Серега Шувенов мяч отбирают. А Серега Давыдов кладет. Да, блядь. Да, нахуй. Празднование, заготовленное, традиционное. Моя классика, да, жанра. Вот, у вас новый фанат. Я ваш фанат, просто, я кричала, Серега, вы слышите? Ничего, что Серега? Сыграв ничью в первом тайме Сосновой на спорте, мы решили провести ряд замен. В самом-самом начале тайма у нас в спорте был прям явный момент. Но, Миша Хьюзов, очередной сейф. Хрен знает, как ему это удалось. Как ты, как ты вытащил его? Много поставил. Я хуй знает. Мы решили провести ряд замен. В частности, убрали с поля лидера Серегу Шуенова. Заменился и очень хорошо игравший на левом фланге. Илюха Алексеев. Ну, а на поле вышли легенды. Бухар. Вышел, конечно же, Толя Вратарь. Ну и начальник наш Саня Фифа. И зрители были в восторге. Слушайте сами. Бровки! 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 Саня Фифа! Саня Фифа! Саня Фифа! Саня Фифа! Саня Фифа! Саня! Саня Фифа! Саня Фифа! Саня Фифа! Во, во, во! Ухи! Не было ничего! Саня Фифа! Ты что творишь, Рэп? Поплыл даже не на солнце, судья! Но реально, мы чуть подустали. У нас в спорте появлялись моменты. Володя попал в перекладину. Крав не попал по мячу. Короче, гол назревал. И... Ну, кто его должен был забить, если не Володя? У него сейчас такая жизнь сложная, так что поддержим его. И Толя специально для него домик оставил открытым. Ну, а то, что Володя факт нашим фанатам показал, ну, так это потому, что завидует, что они кричат. Бровки! Бровки! Володя-то вообще все понимает. Лучшая аналитика с его стороны. Немного стыдно за нашу игру. Мы тренируемся каждый день. Встаем в 8 утра. Идем на тренировку. Пашем, блядь. Отдаемся футболу. И чуваки за день собирают команду. И играют с нами практически на равных. Достойный соперник, да? Ну, и мы не забили моментов до хуя. Ну, а в остальном все было так, как и надо. Санечек красиво снес их нападающего профика. Извинился. Но извинения он отказался принимать. Хоть и Текила говорит об обратном. Абсолютно наплевать. Вот скажу вам честно. Не пожал и не пожал. Я уже говорил, что я человек воспитанный. Если накосячил, должен извиниться. Что я и попытался сделать. В ответ, ну, ничего не произошло. Полный игнор. Человек, возможно, подумал, что я захотел его сломать. Ну да, что Санек думает по поводу дуба, текилы и своего веса, мы потом расскажем. А пока что еще один человек, который должен был отметиться. Отмечается. Господин Тутов получает красную карточку. Сипскана, готовь. Разоблачение. Кстати, по-моему, здесь на красную не тянуло. Хотя, может и тянуло. Ну да, в последние минуты мы могли чудом уйти от поражения. Чуть протупил Бухар. Ну, фактически, скорее на спорте мог выиграть крупнее. Но мы не расстраиваемся. Мы с собой довольны. Для первого раза шикарный результат. Считаю то, что Брок молодцы. За три дня сделал такое против полуфиналиста. МКС, ну, мне кажется, нормально все. А так игра... Ну, пока надо, надо, надо стараться. Роман, ну что там, как? Во-первых, блядь, Давыдов топ. Я его забираю себе. Соси хуй Егора, блядь. Во-вторых... Смотри, а что ты напрягся-то, блядь? Не, просто... Просто обидно, почему-то. Ну что, как? Есть шансы у нашей команды? Не, не есть. Они, ну, все уже у нас шансы эти. Бля, мы развиваемся, пиздец. Все будет как надо. Главное, над заменами поработайте, пожалуйста. Для первого матча это пиздец. Мы другу не знаем вообще, блядь. Просто имен не знаем друг друга, блядь. Тренерский штаб, чуть там, связь наладите, пожалуйста. Ну да, вот это проблема. Надо играющих в каждую, в каждую линию. И тогда не надо тебе кричать. Я себя буду менять там и прочее. Они расставят их и скажут, как кому играть. Все, спасибо. Так и сделаем. Все, спасибо. Блядь, все охуенно на самом деле. Смотри. Че? Пиздец не видно, просто не паздает. А мне похуй, я вырубаю. Че я могу сказать? На самом деле... Да заткнись ты, блядь, я говорю. Заткнись ты, блядь. На самом деле для первого матча вообще бомба. Да заткнись ты, блядь. Въеби ему уже, блядь. Он заебал. Короче, для первого матча на самом деле не плохо. Тут там райзен. Сука, блядь. Тихо, девчонки плакат подарили. Эп, и на девятиночко. Так, ну че, пацаны? Как прелезался? Ну че, первое, что хочу сказать. В нашей команде есть дух. Как бы сегодня не складывалась игра, каждый, блядь, херачил до победного, блядь. Каждый ебашился. Привлекрас понимает, что там чуваки тренируются целыми днями. Что чуваки типа в порядке, зато с нами дух. И с нами четкие пацаны, которые пришли в наш клуб. Это первое и второе. Второе, это болельщики, которые были, вы понимаете? Кого поддерживают в трибуны там? Нищих. Саня в FIFA. Саня в FIFA. Сергей Давыдов. Боже, когда он сделал этот, блядь, сальто, я думал, все, мы без нападающего останемся. На каком же опыте он вышел? Вы знаете, в этот момент, вот это реально как футбол-менеджер история. Я, может быть, не игрок, но я так кайфовал, просто находясь на бровке. Мне так нравилось, как играли в бровке. До следующих контентах, друзья. Итак, у Брок Бойза появился официальный гимн на гитаре. И сейчас я его исполню. ФК Брок Бойз Мы победим, оставь на бойз Нас не сломать, ведь мы уже Все игры делаем на кураже Вот так вот. Болейте за нас, ребят. Ссылки в описании.